Радио «Вера» представляет Преподобный Алипий Печерский жил на рубеже XI-XII веков. Он стал одним из первых и лучших русских иконописцев. С молодых лет Алипий жил в Киево-Печерском монастыре. Иконописи он учился у греческих мастеров. Известно, что Алипий очень часто писал иконы даром. Если ему оставляли плату за труд, то он одну часть тратил на приобретение материалов для иконописи, вторую раздавал нищим и лишь третью оставлял себе. По преданию, Алипию в его труде не раз помогали ангелы. Один киевлянин через двух иноков заказал иконы для новой церкви. Иноки поступили нечестно и утаили деньги. Они ничего не сказали о заказе Алипию. Когда все сроки миновали, разгневанный горожанин пришел к оконописцу за образами. Но тут оказалось, что на вчера еще чистых досках появились прекрасные лики. Когда сгорела построенная для икон церковь, все они остались целыми. Одну из этих икон, Успение Пресвятой Богородицы, получившую наименование Владимирское Ростовское, взял великий князь Владимир Мономах для построенного им в Ростове храма. Одна из икон Преподобного Алипия, Пресвятой Богородицы с Младенцем Спасителем, известная также как Свенская, хранится сейчас в Государственной Третьяковской галерее. Церковь считает создание иконы подвигом благочестия, который невозможен без благодатной помощи свыше. Житие Святого Алипия – пример того, как такой подвиг может перерастать в святость. Прославляя Преподобного Алипия, мы просим, моли Бога о нас. Мученик Патрокол жил в III веке при императоре Аврелиане. Он был родом из города Трикосины, ныне Труа, во Франции, и вел благочестивую христианскую жизнь. Патрокол любил молиться, читать Священное Писание, постился и помогал бедным. За это Господь наделил его даром чудотворение. Когда начались гонения на христиан, Патрокла схватили и доставили к императору. Тот повелел Патроклу склониться перед языческими идолами, а взамен пообещал награды и почести. Христианин отказался и сказал Аврелиану, что тот не сможет дать достойной награды, так как сам нищ. Император потребовал объяснений. Патрокол отвечал, ты имеешь много земных сокровищ, но не имеешь сокровища небесного, потому что не веруешь во Христа, поэтому ты нищ. Аврелиан приговорил его к смертной казни. Конвой повел его на берег реки Сены. Внезапно в глазах у них потемнело, а Патрокол в это время чудесным образом перешел реку по воде и стал молиться на высоком откосе. Одни воины изумились случившемуся и уверовали во Христа, другие посчитали это колдовством. Они переправились через реку и казнили Патрокла. Святой Иоанн Златоуст, рассуждая о величии подвига мучеников, говорил Большая честь и слава быть узником Христовым, нежели апостолом, нежели учителем, нежели благовестником. Церковь прославляет мучеников, отдавших жизнь за исповедание своей веры. Мы просим мученика Патрокла, моли Бога о нас. Священный мученик, протеерей Дмитрий Остроумов, родился в 1869 году в московской губернии. Он закончил семинарию, преподавал закон Божий, а потом принял сан священника. С 1909 года до самого ареста он был настоятелем Благовещенской церкви подмосковного села Федослина. В первый раз отца Дмитрия арестовали в 1919 году за то, что он не явился отбывать трудовую повинность. Помогло то, что у священника было освобождение по болезни. В 1930 году Остроумова обвинили в хранении валюты и оружия. Обвинение не политическое, да и доказательств не было. И священника отпустили. В 1932 году новый арест и полтора месяца в заключении за антисоветскую агитацию. Со стороны это напоминало пристрелочный огонь. Наконец, в 1936 году советская власть начала через осведомителей собирать сведения о священнике Остроумове. В бумагах значилось «Попа взяли в проработку». Знакомство с преподавательницей иностранных языков органы трактовали как шпионаж. Слова спасителя «Не мир я принес, а меч» как контрреволюционный призыв. Отца Дмитрия Остроумова арестовали летом 1937 года и расстреляли на Бутовском полигоне под Москвой. Известно, что на Бутовском полигоне в 1937-1938 годах 20 века за исповедание православной веры было расстреляно свыше тысячи человек. Более 300 из них церковь прославила в лике святых. Мы вспоминаем их с молитвой и просим священно-мученика Дмитрия Остроумова. Моли Бога, Анес! Сегодня церковь чтит и вспоминает святых, чьи земная жизнь и молитвенный исповеднический подвиг были связаны с Кемеровским краем. В церковном календаре эта дата появилась в 2011 году по благословению Патриарха Московского Евсея Руси Кирилла. Торжество совпадает с главным гражданским праздником Кузбасса – Днем Шахтера. В собор кемеровских святых входит 40 подвижников и исповедников. Большинство из них – это церковнослужители и миряне, которые были причислены к лику святых как новомученики. Они казнены или умерли в лагерях, находившихся на территории Кемеровской области. Это священно-мученики Амфилохий, архиепископ Енисейский, Серафим, архиепископ Углический и другие. Кроме того, в сон кемеровских святых входят праведный Петр Томский, преподобные Зосима и Василиск Сибирский. Они прославились в XIX веке своим подвигом отшельничества и молитвы. Церковь обращается сегодня к угодникам Божиим. Все святые в земле Кемеровской просиявшие, молите Бога о нас. Свенская Печерская икона Божьей Матери была написана преподобным Олипием Печерским. Сегодня также день памяти этого иконописца. На иконе изображена Божья Матерь, сидящая на престоле. На коленях у нее Богомладенец. Справа от трона стоит преподобный Феодосий, а слева преподобный Антоний Печерский, основатель Киево-Печерского монастыря. До 1288 года образ находился в Киево-Печерском монастыре, где прославился чудесами. Потом икона была перенесена в Брянский Свенский монастырь. Случилось это так. Черниговский князь Роман Михайлович ослеп, когда был в Брянске. Он узнал о чудотворной иконе и послал за ней гонца. Образ отправили вместе со священником по рекам Десне и Свене. После одной из ночевок путники увидели, что икона находится на дубе на вершине горы. Князя привели к этому месту. Он горячо молился перед образом и пообещал построить там монастырь и отдать ему все земли, которые видят с горы. Случилось чудо, и князь начал прозревать. Он исполнил свое обещание и основал монастырь на этом месте. 30 августа церковь вспоминает избавление города Брянска от наполеоновского нашествия, случившееся по молитвам к иконе Божией Матери, именуемой Свенской. По словам святителя Игнатия Брянчанинова, Богородице даны особенная власть и особенное дерзновение ходатайствовать пред Богом о человечестве. Церковь, обращаясь с прошениями к угодникам Божиим, говорит им «Молите Бога о нас». Но лишь одну Богоматерь мы просим «Спаси нас». Субтитры создавал DimaTorzok